Кроме самого регистратора, в комплекте идёт переходник для карты памяти, зарядное устройство от прикуривателя, индикатор питания, подойдёт под любой разъём. Здесь также стоит предохранитель. Держатель на присоске. Легко подстраивается под любые жизненные обстоятельства, и, что очень приятно, не пытается делать это без вашего участия. Сам прибор. Четыре функциональные кнопки по количеству пунктов в меню. Микрофон. Динамик. Кнопка включения. Разъём под карту памяти в комплекте. Карточка на 8 ГБ. Разъём для питания. Он же разъём для подключения к компьютеру и подключения второй камеры. При подключении внешнего питания прибор автоматически стартует и сразу начинает запись. Видеорегистратор включён. Пишет он, пока не кончилось место на карточке. Потом начинает удалить все файлы, которые не помечены как... Событие. Он делает это сам при резком сдвиге или торможении, либо вы в любой момент можете это сделать самостоятельно. Также можно фотографировать во время записи, просматривать записи и фотографии. Видеорегистратор включён. Также есть обширное меню настроек. Качество записи. Срабатывание датчика при резких сдвигах, мне кажется, оптимально для России низкий. Потому что... Потому что Россия. Звук при событии, да, перезаписывать защищённое видео ни к чему. Ну, запись звука, да, сигнал о камерах обязательно. Настройки баланса белого. Яркость экрана 100. Громкость. Выключение экрана. Ну, в общем-то, экран показывает то же самое, что вы видите перед собой. Если прибор некоторое время не трогать, экран гаснет. Удобно. Звук кнопок... Ну, мне лично не нужен. Голос. Да, статус GPS, подавление мерцания. Необходимые вещи, по-моему, уникальные для регистраторов. Вот Garmin. На видео с регистраторов каждый светофор, каждый рекламный плакат или линьоновая вывеска мерцает, как рождественская ёлка. Именно ужасно мерцает. Это подавляет для России 50 Гц. Ударить файлы по одному. Ударить все файлы целиком. Вернуть настройки на заводские значения. И информация о самом устройстве. Если питание отключить или, допустим, заглушить машину, он начинает отключаться. Это можно предотвратить. Автономная работа у него примерно на час. Или сделать самостоятельно, поддержав кнопку включения 3 секунды. Что ж, время для полевых испытаний. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА